Здравствуйте, господа! Я врач-сексолог, не психолог, сексолог, профессор, кандидат медицинских наук, профессор нашего института, профессор университета Тринити и ассистент-профессор Сарбон-Новель. Поэтому я к чему говорю, что я врач, что некоторые вопросы, связанные с гормонами, могут быть для вас, психологов, не совсем понятны. Вы спрашиваете смелее. Вот, работу врачом-сексологом я начал 6 августа 1973 года, так что к настоящему времени, ну, институт я закончил 26 июля, а поскольку денег не было, то надо было выходить на работу. Вот, с тех пор непрерывно и работаю сексологом, и даже никогда другим, никем другим не работал. В трудные времена, правда, 4 месяца проработал на севере, на дальнем севере, в разыскных работах канадская фирма убила переводчиком, но мне не понравилось. Ну, внизу ничего, а вверху холодно. Не надо говорить всё время. Матом в основном. Это было в 90-м году, когда в институте психиатрии, где я работал, не платили. Ну, хорошо, давайте перейдём к теме нашей, лекции нашего занятия. Мы будем с вами говорить о том, как влияет женское самоудовлетворение, синонимы мастурбация, синонимы аутоэротическая практика. Те из вас, у кого есть гомосексуальные или лесбийские, что одно и то же наклонности, я советую употреблять термин аутоэротическая практика. Это намного интеллигентнее. Означает одно и то же, что мастурбация. Влияние этой деятельности на сферу интеллектуальную, на сферу эмоциональную и на сферу сексуальную. Так, господа, я вас вынужден доставать голосом, а мне это неудобно. Поэтому вы лучше подвиньтесь сюда. У меня ещё разные, да. Голос надо беречь. Надо беречь. Господа, и мы будем говорить только об одном виде самоудовлетворения. Так называемом клоническом самоудовлетворении. То есть с помощью пальчика или вибратора, или кто-то использует для этого фалоимитатор, кто-то паяльник. Не важно что. Важно, что те изменения, о которых мы говорим, не какие бывают виды женского самоудовлетворения, сексуального я имею в виду. Не интеллектуального, а сексуального. Да? Ну, в основных их два. Первый – это традиционный, клонический. Им занимается большинство из тех, кто занимается. Да? То есть прикосновение пальчиком. Это может быть и, например, трение обо что-то. Второй вид – это так называемое тоническое самоудовлетворение. Когда молодые девочки, это, как правило, начинается в седьмом, восьмом, девятом классе, они просто сжимают бёдра. Другой вариант – зажимают угол подушки. Или книжки про любовь зажимают ногами. Мы не будем о нём говорить, хотя это интересная тема, поскольку это не полноценное самоудовлетворение. Оно не приводит ни к наслаждению, ни к оргазмной разрядке. Оно не приводит ни к каким выраженным изменениям в организме. И в настоящее время практически не исследуется. Так что мы с вами в основном говорим о самоудовлетворении с помощью простого российского пальца. При этом своего пальца. Потому что если речь пойдёт о чужом пальце, то это будет уже не самоудовлетворение, хотя внешне похоже, да? Но это будет не самоудовлетворение, а что? Ну, смелее. Большинство же психологов всё-таки. Как называется прикосновение руками к половым органам? Пестинг. Нет, пестинг. Это если пестиком. А если да. Петинг. Петинг. Правильно. Но, ребята, она права, потому что сейчас иногда используется пестинг в испаноязычных странах. Потому что пет – это домашнее животное, да? А в испаноязычных странах в разговоре официальный термин петинг, а не пестинг, забудет. А разве что ты испанка? Фистинг, она имела в виду. Как? Фистинг. Это кровь. Нет. Лекция для гетеросексуалов. Да, фистинг, да. Фистинг – это совсем другое. И как заниматься фистингом в рамках самоудовлетворения, я себе даже не представляю. Это сначала надо йогом стать. Нет, это невозможно. И потом это популярно только в гомосексуальной среде. Ну, у тебя другие впечатления, но поверь мне, какого-то. Ну, исключение, исключение. А, вот, понятно. Так вот, ребята, любое прикосновение к половым органам руками другого человека – это петинг. Поглаживание груди другого человека, если у этого другого человека есть грудь, что не так часто встречается в наших краях, не является петингом. Петинг – это только прикосновение к половым органам вашим или вы прикасаетесь к чужим половым органам. Да? Значит, если вы разделись до нога и поцеловали любимого человека, и больше ничего не делали – это не был петинг. Да? Чтобы было понятно. В сексологии она нуждается… Ну, что ты качаешь головой? Петинг – это только руками. Нет, у меня вопрос, я верю, у меня вопрос, а как тогда это называть? Хорошо. Это называются объятия, предварительные ласки, можно по-многому, да. Разные-разные пермины есть. Слово петинг – только так, где есть с одной стороны рука, а с другой стороны половой орган. Безразлично чей. На международных конгрессах, кстати, идут споры о прикосновении пальцами к анальному отверстию. Это петинг или нет? Но… Да, сейчас считают, что петинг. Раньше считали по-другому. Раньше считали по-другому. Раз в этом году, в конце года, будет Международный психологический конгресс, по которому подростковый возраст и всё, что связано с ним, всё, что вытекает из него, всякие законы, для мальчика увеличат до 21 года. Так что довольно много происходит всяких перемен. Наука, она движется. Я выступал и писал, что подростковый возраст… В сторону изменения терминов и понятия. Да. Дело в том, что здесь меняется и законодательство. Понятно. И законодательство. И законодательство меняет. Я считаю, что для подростков, мальчиков надо оставлять подростковый возраст до 33 лет. Ну, 21 год тоже. Для девочек остаётся до 18. Для девочек остаётся до 18. Господа, сразу встаёт вопрос. А вот насколько частое это явление, женское самоудовлетворение, женская мастурбация, насколько она распространена? Ну, все мы с вами знаем, да, что молодые люди, мальчики, подростки, мужчины, пожилые люди, люди третьего возраста, четвёртого возраста, мужского пола, те, кто переходит в пятый возраст в процессе перехода, они всё равно занимаются мастурбацией, да? Поскольку для нас, мужчин, это вещь совершенно обязательная, за её отсутствие исключают из мужского сообщества, можно из партии даже вылететь. И практически вот те 2%, которые, скажем, до 19-20 лет не занимаются мастурбацией, это душевнобольные. Только эндогенные депрессии может прервать мастурбацию. Если у мальчика 18 лет из нормальной семьи, там, не религиозно и безумно, там, где его с утра бьют плетью в половине девятого, сразу нет мастурбации совсем, смело сначала ставим диагноз эндогенного заболевания, то есть шизофрении или монополярной депрессии, и потом идём лечиться, да? Потому что нет другой силы, я серьёзно не шучу, нет другой силы, которая способна удержать нормального советского подростка от мастурбации. Никакие силы, ни любовь к родине, ни... Я видел вот в своей практике подростков, которые в психиатрическом стационаре, начинал твою работу в психиатрическом стационаре, получали... Ну, выбор такой тогда был небольшой, не так, как сейчас нейроалептиков. Они получали мажептил раз в день. Ну, если нам с вами, кому-нибудь из нас, в кого-то мажептил, то мы в ягодицу, кубик, то мы проснёмся через три дня с утра, потом где-нибудь часов до двух-трёх, ну, мы психиатры всегда на себе это делали, конечно, да? Потом, обязательно, препарат надо проверить, один-два раза. Потом где-то до трёх ты вспоминаешь, как тебя зовут. Обычно к обеду вспоминается. Дня через четыре появляется первая эрекция. Ну, очень слабая, практически незаметная. Да, это очень сильные препараты. Так-то я видел ребят, подростков... Ну, мы же взрослые всё-таки были, когда пробовали. Я видел ребят, подростков 17-18-летних, которые, придя в себя, проснувшись, да, часа через два уже занимались мастурбацией. Столько тестостерона. У подростка тестостерона больше, чем у взрослого. Ему нужно сбросить напряжение. Никакого другого выхода его нет. Если верхний предел взрослого – это 18 наномолей на литр, и это считается уже почти Казанова, гранд-главный мужчина юго-западного административного округа, то для любого десятиклассника 18 наномолей на литр тестостерона – это так, для затравки, для первого урока. Иногда поднимается и до 24-х, когда вы просто вынуждены уходить с уроками заниматься мастурбацией под образ любимой учительницы Марии Ивановне, которая уже 50 лет, но если я любому введу сейчас в Вену до 24-х тестостерона, то пойдёте туда же. Так что для мальчика мы будем говорить только о молодых женщинах. Сегодня наша лекция посвящена влиянию мастурбации на молодых женщин до 23-х, 24-х, 25-ти лет. В общем-то, я считаю, что молодая женщина до 37, но здесь речь идёт о науке. Вот у женщин дела обстоят гораздо хуже, только по разным данным от 42 до 48% женщин до 25 лет занимаются самоудовлетворением. Ребята, иногда, господа, самоудовлетворение приходит позже. Если оно пришло позже 25-ти, от него нет никакого толка. Можно сколько угодно заниматься. То есть толк есть, оно тогда снимает текущее напряжение. Но вот то благотворное развитие, то благотворное действие, которое оно оказывает самоудовлетворение на психику и на тело, его уже нет. Его уже нет, потому что нет такого количества гормонов. Это уже просто банальное самоудовлетворение. А не духовное развитие, не сексуальное развитие, не эмоциональное развитие, не интеллектуальное развитие, не политический рост. И ни одно исследование не даёт нам цифру больше, чем 48% занимающихся мастурбацией молодых женщин. В Австралии 48%. Все американские исследования не переходят за цифру 42. Но это всё исследование на девочках из университетов, из колледжей до 21-го, 22-го, 23-го лет. Кто-то ещё придёт к самоудовлетворению. Но, как я уже сказал, это будет не совсем то. В этом самомудовлетворении уже не будет той пользы, о которой мы сейчас будем говорить. Хочу вам привести просто некоторые цифры. Как вы думаете, средний человек, средний москвич, сколько раз занимается сексом в течение жизни? Именно полонаматом. Человек-москвич. Разве и полонаматом. Всё, что мы знаем, мы знаем только о Москве. 10 тысяч. Как они живут там, как они там в родственнице живут, судя по тому, что дети появляются, они живут как-то. Но мы вообще не знаем, сексологи, как обстоят дела с сексом в Кинишме, особенно в Конотопе. И, честно говоря, не очень интересуемся, потому что на приёмы они не приходят, деньги не платят. Чего там особенно интересоваться? Особенно. Но 10 тысяч. Как вы понимаете, в сексологии вообще очень большие разбросы. Есть женщина, которая прожила всю жизнь с одним своим мужем, может быть, неплохо прожила в сексуальном плане, да? И есть мужчины, по сравнению с которыми какой-то Казанова или какой-то там Дон Жуан уже, скажем, к третьему курсу института, то есть не к третьему курсу института Дон Жуана, а к третьему курсу, даже Дон Жуан не учился в институтах, а к третьему курсу нашего молодого человека оставлен далеко позади, правда? Потому что сегодняшний мегаполис и сегодняшний интернет позволяют иметь столько партнёров, сколько хочешь. Но обычно на 10 тысячах останавливаются и женятся. Ну формально женятся, потому что в 50 лет уже приводят детей потом в школу, в 50-55, все говорят, какой у вас хороший внук, дай как хорошо выглядит твой дедушка. Некоторые очень обижаются. То есть дети не обижаются, взрослые обижаются. Да, так вот, несмотря на то, что большой разброс, но если мы говорим о среднем классе, а мы знаем опять-таки только о среднем классе, мы понятия не имеем, как живут сексуальные жизнью на заводе ЗИЛ. По-моему, они там занимаются сексом у станков. Некоторые металлообрабатывающие станков. Но поскольку их исследовать невозможно, в принципе, да, исследовать их сексуальную жизнь, они не знают терминов, они не дают ответа, поэтому всё, что мы знаем о Москве, мы знаем о так называемом среднем классе. В таких людях, как мы, как вы, это 400 тысяч пятьсот, 400 тысяч шестьсот половых актов. Значит, если мы будем считать, что в среднем близость занимает 10 минут, да, оно в среднем так и будет. Конечно, на втором, на третьем, на четвертом курсе это длительные и предварительные ласки, обещание жениться, там, восхищение глазами, ногами, ушами, щиколотками, кто может, получается, дольше 10 минут. Вот. Но потом идёт супружеский секс 4,5 минуты, и так 40 лет подряд, если он вообще идёт. Значит, даже если мы будем считать, что 10 минут с предварительными ласками, не только период фрикции, то тогда вся наша сексуальная жизнь составит 0,025 тысячных процента времени бодрствования. Потрясающе мало, да? Добавим сюда фантазии. Это больше времени. Они тоже часть сексуальной жизни, правда? Добавим сюда самоудовлетворение, которое, как мы сказали, у женщин не у всех, у мужчин спадает, оно есть обязательно после появления постоянной партнёши, типа жена, или наоборот, нарастает. Ну, у больших глаз падает. То есть, получается, ну, в лучшем случае, да, 0,05 процента времени бодрствования. Крохотная цифра. На работе мы проводим треть времени. Но согласитесь, что произведения искусства, культуры, наших мыслей, посвящено этой сфере больше, чем работе, быту и всяким другим делам. И гораздо больше от этого функционирования нашего, отфункционировано в этой по времени крошечной сфере, правда? Гораздо больше, чем от профессиональной сферы, зависит наша самооценка, правда? Кто-нибудь видел хорошую самооценку у академика, у которого за всю жизнь была только одна женщина и его жена, потому что у него преждевременные семи извержения. С этой суперинтеллектуалки в очках он познакомился, он как-то приспособился. У него просто с ней вообще нет семи извержений, а просто половой акт. Но ни с одной другой женщиной заняться сексом он не может, потому что немедленно испытает семи извержения. А кому хочется выглядеть сексуально несостоятельным, в глазах молодой аспирант. Никому, даже в глазах коллеги, не хочется выглядеть несостоятельным. То есть наша самооценка, она во многом, она зависит больше от наших сексуальных достижений и успехов у мужчин. Я сейчас о мужчинах говорю. У нас же нет возможности симулировать наши... Ну, то есть рассказать, что мы можем, но кто нам поверит? А потом мужское сообщество не терпит такого, да, преувеличения своей сексуальной активности. Женщины еще как-то могут симулировать, в смысле, симулировать с мужчинами. Я вам приведу еще один такой факт. В Москве ежегодно совершается примерно 5 тысяч завершенных самоубийств. Ну, примерно колеблется на сотню вверх, сотню вниз. Это небольшая цифра. Это для такого мегаполиса, как Москва, это средняя цифра. Ну, достаточно вам сказать, что в Берлине, который в три раза меньше Москвы, да, порядка 10-12 тысяч самоубийств, завершенных в год. Мы с вами сейчас не говорим о попытках. Большинство завершенных самоубийств мужские, да, и большинство из этих, абсолютное большинство из этих завершенных самоубийств, это самоубийство из-за сексуальной несостоятельности, импотенции или преждевременного семейзавершения. Настолько значима и важна для нас эта сфера. Мы ее как-то недооцениваем. Ну, а как вы думаете, почему вот эти 0,05% времени бодрствования для нас так значимы? Больше, чем профессиональные достижения, больше, чем материальные достижения для мужчин, во всяком случае. Даже для большинства больше, чем духовные. Непростой вопрос, на который у науки нет ответа. Но одна из гипотез такая. Соитие, половое сношение, это единственная ситуация, в которой мужчина проникает в женщину настолько глубоко, что она становится в его полной власти. Вы когда-нибудь задумывались над главным философским вопросом современности? Мы все твердим в один голос, что рецепторы, которые обуславливают женское наслаждение в вагинальной трубке, расположены в первых трех сантиметрах. Дальше ничего нет. Ну, то есть рецепторы есть, но они не такие чувствительные. Дальше шейкоматка, все себе представляете строение. Что все наслаждение получается из первых трех, максимум четырех сантиметров. Из трех на самом деле. Из четырех, это из тех, у которых уже родили четырех детей и сдали их в детдом. Нет, если не сдали все равно. Три сантиметра. Значит, какой член нужен советскому мужчине? Пять сантиметров вот так. Есть у кого-нибудь такой? Нету. А если бы был, он бы давно повесился. В состоянии эрекции член 16-18, а у африканцев 20 сантиметров. Для чего такой длины? Для того, чтобы ввести так глубоко, что если введение уже состоялось, то ты уже не сдернешься. Ты в полной власти. Ты соскочить с полового акта, ты уже не можешь. Ты можешь соскочить только тогда, когда произойдет семиизвержение, член уменьшится в размере, и ты снова станешь свободной женщиной. Причем заметь, какой бы крепкой, сильной ты ни была, правда? Если в тебе на 16 сантиметров сидит, довольно стоит, находится, да? Да еще мужик навалился сверху, да? Даже если ты сидишь сверху, да, ты не сдернешься 16 сантиметров. В вашем случае тебя достаточно легко удержать, да? То есть это хоть и символическое, но полное стопроцентное доминирование. Кстати, есть и другие теории. Никто не знает, зачем. Я мог долго говорить о теориях, об изображении. Приведу только один факт, да, для того, чтобы показать. Ну, вы понимаете, что сексология начиналась с наскальных рисунков, да? И пареосексология гораздо интереснее всего того, о чем мы говорим, правда? Как они там в пещерах долины Луары жили, гораздо интереснее, чем то, как они живут сейчас на Кутузовском проспекте, правда? Как-то они жили. Это наши предки, из этого выросла европейская цивилизация, да? Так вот, там, естественно, имеются наскальные рисунки. Нет ни одного наскального рисунка, где бы размер члена был бы меньше одной трети размера мужчины. То же самое повторяется в рисунках Сахары, в знаменитых рисунках в Алма-Ате. А буряты, предки бурятов, те вообще всех произошли. У них все члены на рисунках, можете посмотреть, есть экскурсии, можно даже вырезать живой рисунок. Французы-то копию продают, а буряты просто срезают. Ребята, через пять лет это будет стоить 10 тысяч долларов. Такой кусочек. Рисунки очень хорошие. Нет ни одного рисунка, где бы член составлял меньше половины размера человека. Как бы в какой бы мужчины, в какой бы позе этот мужчина не находился. Мужчина не находился, стоял, стоял ли он, сидел. Женщина была, но все равно у него член половина или больше. Поэтому на полиграфии исследования по социологии. Это очень интересные наскальные рисунки, как видели сексуальную жизнь. То есть мы же с вами не думаем, что члены были большие такие, правда? Мы думаем, что они придавали такое большое значение. Но давайте вернемся к нашей мастурбации. Почему она для нас так важна? Женская. Мужская-то, бог с ней там ничего сложного нет. Особенно. А вот женская, она очень важна. Всегда женская мастурбация, женское самоудовлетворение рассматривалась сквозь призму подготовки гениталий к началу интимной жизни. Потому что вообще сексуальная жизнь женщины, она трагична. Ну, как вы знаете, 36% женщин вообще никогда не достигают вагинальной разрядки. Это огромная цифра. То есть к 40 годам не достигают. Но думать, что после 40 лет к ним придет вагинальная разрядка, или найдется такой герой, который придет, прискачет, да, и подарит ей вагинальную разрядку, это бессмысленно. Кроме того, дело не только в том, что 36-35% женщин, во всей Европе, включая Россию, мы сейчас с вами говорим о европейской культуре и среднем классе, не достигают разрядки. Дело еще и в том, что еще какая-то часть не достигает даже наслаждения в близости. Ведь когда мы говорим, что 36% не достигает разрядки, мы в эти 36% включаем сюда и женщин, которые испытывают огромное наслаждение от близости. Я имею в виду чисто сексуальное наслаждение, да, не наслаждение от того, что Вася тебя любит, вовремя пришел и самостоятельно снял брюки. И, возможно, еще принес три цветочка, да. Это тоже наслаждение, но к сексу это не имеет никакого отношения. Это как-то по поводу прихода Васи у тебя какие-то мечтательные глаза, глаза старые. Я просто наслаждаюсь вами. Спасибо. Я такое чувствую, что я с именем попал в точку, но я это так всегда говорю. Я не имел в виду конкретного Васю и конкретные цветочки. Я просто следующую часть уже, видимо, мне визуализировалась. Да, так вот, я имею в виду то чисто сексуальное наслаждение фрикциями, из которое становится охватывающим, да, через несколько минут, или через несколько секунд, у кого как, да, является охватывающим наслаждением, экстатическим. И из этого охватывающего наслаждения вырастает оргазмная разрядка, судороги, да, лежащая в основе. И все, что с ней связано. Эйфория во время оргазма, эйфория и расслабленность после оргазма, улучшение отношений к партнеру, представление о нем как о более высоком, голубоглазом, русоволосом, более умным, более образованным, чем было до того, как ты легла по идти. Ну, конечно, оно рассеивается потом, но некоторое время держится. Это так называемая функция образования, да, образования пары. Так вот, когда мы говорим о том, что 36% не достигают разрядки, то среди этих 36% есть не только те, которые не достигают, но и те, у которых фрикцы, как мы говорим, нейтральны или слабо окрашены. Но есть такой уже жаргонный термин – тусклое. То есть мне приятно, да, движется член, я его чувствую. Мне это приятно. Но вот словом «наслаждение» это не назовешь, да? Это не наслаждение, да? А бывает наоборот, когда есть наслаждение, есть предоргазменное состояние охватывающее, а только оргазма нет. Уж полночи близится, оргазма-то все нет. Так и проживают всю свою жизнь. При этом никакого отношения к предидности это не имеют. Женщины, у которых нет оргазмной разрядки, нет экстатического наслаждения близостью, могут испытывать сильнейшее обличение, могут любить мужчин. Мужчины любят их. Да у них замечательное отношение с мужчинами. Во всех отношениях, кроме этого. Ну, отвлекаясь немножко, скажу, что скоро, конечно, на еще 10 лет и на неоргазмирующих женщинах не то, что жениться не будут, с ними в кино ходить не будут. Интересно, как их выделить? Я думаю, что будут спрашивать. Девочки, вы напрасно смеетесь. Сегодня в ночных клубах или на каких-то вечеринках, когда парень приглашает девочку, не все, конечно, да, приглашает девушку к себе домой или куда-то, друг оставил в квартире, он спрашивает, слушай, Луся, ты кончаешь? Она говорит, я не кончаю, но получаю большое удовольствие. Говорит, не обижайся, если не кончаешь, не надо. Или я не кончаю, но я, да, я получаю большое удовольствие, я люблю оральный секс, ты получишь огромное удовольствие. Тогда поедем. А вот если она сказала, что я лучшая женщина в микрорайоне, а потом оказалось, что фигура у нее действительно лучшая в микрорайоне, а функционирует она никак, то ее ночью выгоняют на лестничную клетку, выбрасывая за ней одежду. В моей практике такие случаи были. Не в том плане, что я не в том плане. Хотя с некоторыми я бы с удовольствием так поступил. А вот я все-таки человек интеллигентный, я одежду вежливо отдаю. Но ко мне очень часто, сейчас, в последнее время, приходят девочки, выгнанные ночью. Ну ты бы сказала мне, что ты не кончаешь, мне не нужна эта, ты очень хорошая девочка. Ты прекрасно сложена, ты ласковая, ты добрая. Ты помыла за собой чашку кофе в 3 часа ночи, что бывает очень редко, как вы знаете. Но мне неоргазмирующая женщина не нужна. Так что вы напрасно начинаете. Все скоро уже, вы же мне ответите, непорядочно, да? Да, я кончаю, если вы не кончаете. А потом окажется, что нет. И вы представляете, что с вами будет на лестничной клетке? Что? Какая гарантия, что это произойдет? Что произойдет? То, что откончите, неизвестно же, какой момент будет. Ничего не понял. Подсядь ближе и скажи четко. Что ты там забилась? Да, вот тут есть места, никто не кусается. Все нормальные люди абсолютно. Какая гарантия, что он тебя повезет домой? Никакой. А с ним у него не получилось. Тогда она так, я с тобой хороший вопрос. Тогда она так и говорит, милый, я вообще-то кончаю. Но не всегда. Иногда первый раз с незнакомым партнером, особенно, как вы, длительщик, так, как ты, я не кончаю. Я не шучу, скоро так и будет. Справки будут предъявлять. Я думаю, что будут, да, я думаю, что будут приборы для измерения оргазма. Это не трудно, потому что многие умело симулируют, да? Наверное, вы их придумаете, да? Я другим занимаюсь, но придумают, там достаточно много. Но вот смотри, в оргазме можно симулировать все, что угодно, да? Страшные крики, разламывать ягодицами диван, если потренироваться, конечно, на несколько лет. Это мужчинам очень нравится, если гибель сломаешь не руками, а задом. Да, или чем-либо. Чего нельзя симулировать? Нельзя симулировать судороги голосовых связок. Они неуправляемые. Ты можешь кричать, но при этом, если это настоящий оргазм, у тебя должно быть легкое плекотание, как у птиц. Да, судороги голосовых связок. Это никак нельзя симулировать. Понимаешь, это же непроизводно. Представь себе приборчик, который мужчина тебе насадил сюда, кроком, да? И этот приборчик в разгар всего говорит, связки неподвижны. То есть надо ее сначала протестировать, да? Нет, но это в процессе. Так они у них будут. Так они у них будут быть вообще подвижны. Вот, хорошо, господа. Это я вам, ребята, говорил к тому сейчас, что все исследования и все мысли, исследования критерной, или критеральной, можно говорить, мастурбации, критерального самоудовлетворения, сводились к тому, что оно рассматривалось, как подготовка к дальнейшей сексуальной жизни. Потому что главное условие того, чтобы вас не узнали на лечественную площадку, ночью, после клуба, да, это мастурбация. Причем мастурбация не в 25, не в 27, не перед выгодом на пенсию, а мастурбация нормальная, начинающаяся в 7-8 классе, достигающая максимума в 11, перед вступительными экзаменами, во время вступительных экзаменов, которые развивают. Почему нам нужна такая мастурбация, а не какая-то другая, такое самоудовлетворение? Потому что в это время вы переполнены гормонами. У вас гормонов гораздо больше и тестостерона, и эстрогена, и допамина, и, к сожалению, кортизона, гораздо больше, чем у взрослой женщины. Ну, достаточно сказать, что если когда я был молодым врачом, вот совсем, то вагинальные оргазмы при поцелуях у 11-классницы были редкими при поцелуях в губы, в грудь. Сегодня каждая третья 11-классница, если позволяет себя целовать в грудь, испытывает вагинальные оргазмы, вообще не снимая не только колготок, но и сапог. Потому что у неё столько гормонов на заднем сидении машины, да, ну, у неё гормоны всегда на заднем сидении машины, они усиливаются, просто увеличиваются. Это вот так, особенно если у неё есть небольшая примесь восточной крови, там она на четверти армянка, или грузинка, да, или ещё кто-то, то она начинает испытывать вагинальные разрядки за год до того, как впервые снимет колготки. В моё время таких девушек знали, весь институт знал, что у неё девушка, но у неё, да, относились, в столовой пропускали без очереди. Таких было не много, у нас на весь курс две. В этом плане не имеются все исследования. А если девушка в этот период по каким-то причинам пропустит, как правило, эта ситуация в семье. Скандалы, запреты, прямые запреты мастурбации. Чаще это не прямые запреты мастурбации. Сегодня в Москве прямые запреты мастурбации – это уже редкость. Это уже больше где-то в дальнем Подмосковье. Но это могут быть косвенные запреты, правда? Катя плохая девочка, потому что трогает себя за низ. Это могут быть просто скандалы в семье. Мы же с вами понимаем, что папа, мама ругаются. Мама сказала, что завтра пойдёт подавать заявление в ЗАГС. Мы же знаем, что никакого отношения к реальной действительности это не имеет. Они уже годами так говорят. Но семиклассница, восьмиклассница, девятиклассница, она же такого не знает. Она же решила, что всё, полный абзац, как говорят у нас в науке. Завтра мама и папа разводятся, она будет бедная, несчастная, никакой новой шубы ей не купят, в школе её будут дразнить и так далее. Поэтому она зажимается, во-первых, ей не до мастурбации. Во-вторых, цель самоудовлетворения – это развитие рецептора. Как вы понимаете, наслаждение, у человека есть система сексуального наслаждения. Кроме репродуктивной системы, которую вы все знаете, есть система сексуального наслаждения. Она внешне как бы совпадает с репродуктивной, но на самом деле не имеет к ней ровно никакого отношения. Можно быть очень продуктивной, рожать каждые 4 месяца от первого встречного и никогда не испытывать оргазма. А можно быть в сардельку бесплодной и испытывать оргазм через 4 минуты после прихода любовника, после того, как любовник вообще зашёл в подъезд. Правда? Что делает главная функция на сурбате? Поскольку много гормонов, значит, влагалище – это некая трубка. У него стенки 3 миллиметра. Здесь у него шейка матки. Рисовать я не умею, но очень люблю. А здесь у него крошечная матка. Ребята, матка у небеременной женщины, равняется моему ногтю на пальце. А шейка матки, она в 4 раза больше и плотная. Изначально вот сюда войдёт член. Так? Когда-нибудь. Если такое случится. Мальчику к этому готовиться не надо. Он, когда писает, берёт член в руки. Он мастурбацией занимается. Ему никто не запретит. Не такой мы народ, чтобы какая-нибудь мама нам что-нибудь запрещала. Директор школы. Так вот. Изначально, значит, самая начальная часть системы наслаждения, первая, самая, она сложная, это система сексуального наслаждения, и некоторые его части, они неуязвимы, да? А некоторые, они легко поддаются деформации. Самая её начальная часть – рецепторы, нервные окончания. Нервные окончания, они бывают двух видов. Чувствительные, да? Которые воспринимают в данном случае движение члена. Терца, колбы. И есть ещё, как ни странно, двигательные. Да, потому что спортом вы не занимаетесь, в основном, или мало. На поле не работаете. И вагинальные трубки у вас слабые. Вы член по-настоящему зажать не можете, как это делалось в 16 веке. Вот я помню. Поэтому природа за это время сформировала такой механизм. Есть двигательные центры, которые зажимают член только в одном месте. Да? Так называемую оргазмную манжетку делают. Да? Один сантиметр этой трубки, он сжимается. Этого и хватит. Остальные болтаются. Как болтаются? Как тряпочка. Шучу. Ну, у кого-то есть эпидемия влагалища. Это я уж шучу. Так вот, задача мастургусции, как бы стимулируйте вдовый клитор. Но у клитора есть ещё 10 сантиметров ножек. Правда? Они лежат вот вдоль влагалища. Они посылают сюда импульсы. Клитор – это только вот этот пупырышек маленький, который ваш партнёр никак не может найти. Пальцем нашёл, языком потерял. Наконец, нашёл языком, потерял пальцы. Девушка, который нефть фломастером. Он очень маленький. Может быть. И очень чувствительный. А может быть очень большой. И мало чувствительный. Бывает, что он вообще где-то сбу на сантиметр от половых губ. Ну, тут вот что. Что вот при этом стимуляции клитора, рецепторы, рецептор – это такой пузырек, я вам вонди нарисую, на ножке, он должен заполниться гамма-миномасляной кислотой. 250 молекул в нём должны собраться. И он должен подняться к этому просвету. Потому что изначально у девочки 5-6 лет при рождении. Девочки, эти рецепторы лежат далеко. Они не нужны. Вот в чём вред педофила. Да? Он заставляет девочку заниматься сексом, когда у неё рецептор, вот здесь, где член, один из вредов педофила, и близко нет. Они ещё не поднялись. Они поднимутся когда-нибудь, если бы он не лез туда. Да? И девочка приучается, ей немножко приятно, да? Ну, большинство педофилов не насилуют всё-таки, а романы с девочками заводят. И вот она остаётся при мысли, что вот это мягенькое движение члена – это и есть секс. Это ужасно. Не надо трогать девушку, пока она не созрела. Девушку надо трогать тогда, когда она уже сама дрожит, и всё сама себя снимает. И даже если ты ей говоришь, оставь это на месте, она всё равно говорит, ладно, но продолжает снимать. Вот. Так вот, эти рецепторы, они должны наполниться гамма-аминомасляной кислотой и подняться к стеночке, да? На стебельке. Это большие рецепторы. Тельцаконбы их ещё называют. Это одни из самых больших рецепторов человеческого тела. И вот когда они в результате мастурбации созреют, поднимутся все, то вот смотрите, какой парадокс получается. Влагалище закрыто, девушка нуклевое. Так, никакого секса, кроме орального или, возможно, анального, у девочки не было ещё, да? Но, её влагалище полностью готово к началу интимной жизни. Благодаря мастурбации, благодаря вот этим десяти сантиметрам так называемых ножек, литра, её влагалище соответствует влагалищу взрослой женщины. Рецепторы поднялись, благодаря ещё тому, что гормона много. И всё, что ей нужно, нам, представьте себе, максимум мастурбации обычно в одиннадцатом классе, да? Второе семестр, третье семестр, одиннадцатого класса. Ну, во всяком случае, у нас в классе так было. Она уже занимается мастурбацией три раза в день. Её влагалище первый раз, когда приходит со школы, прежде чем начать уроки, да? Мастурбирует. Потом передать трудным уроком, да, физикой или чем-нибудь таким. Или во время сериала. Неважно, пока родители домой не пришли. И третий раз перед сном. Представляете, в каком состоянии её влагалище? Да? Потом она начинает интимную жизнь. Первая половина одиннадцатого класса, вторая половина одиннадцатого класса. Её рецептор, она с самого начала остро чувствует член. Она испытывает чувство наслаждения и экстатического наслаждения. и всё, что ей остаётся, это найти свою позу. Правда? Она у каждой своя, при которой член, максимально касается точки джи. Ну, найти свой ритм. Да? Ну, может быть, заставить своего гостя сходить в ванну и вымыться, потому что он же, как же, со школы они пришли, сразу на неё набросился. А, вот. И таким образом у неё появляется в одиннадцатом классе вагинальная разрядка, а клиторная у неё была и до этого, и она до конца своей жизни не знает, кто такие эти психологи, кто такие эти врачи-психотерапевты, почему среди них так много людей в очках, да? Почему среди них так много евреев и армян? Да. В гробу это она всё видела, да? Она нормально функционирует и думает только о том, сохранит ли ей верность своему вазе, да, или всё-таки попробовать с кем-нибудь другим, может быть, будет ещё лучше. Это тоже очень интересный вопрос, Как жить с женщиной, у которой хороший оргазм? Да? Сохранять его или пускаться в эксперименты? Ну, к нашей теме это сегодняшний не относится. Таким образом, простая, простое самоудовлетворение, простое раздражение клитора, которое длится 5-6-7 минут, да? У некоторых 2-2 минуты, да? Ну, в основном 5-6-7. И, господа, даже не обязательно он должен заканчиваться отгаданным. Но те 48 процентов, которые они струбируют, у многих из них не заканчивается оргазм. и неприятно. Она вот обеспечивает ей всю социальную жизнь дальнейшую, нормальную. Главное, всё делать вовремя. Да? А вот те, кто по каким-то причинам, они, девочки, в этом и не виноваты, как правило. У меня, например, была клиентка, родители которой уехали на север зарабатывать деньги, взяли с собой девочек, чтобы не отрываться, близнецов. И спали, они поначалу им дали однокомнатную квартиру, они поехали зарабатывать квартиру в Москве, это ещё было в конце советской власти. Они спали вчетвером. И мне девочка говорит, мне страшно, хотелось мастурбировать. Но где? Не при родителях же. В школу я ходила вместе с сестрой-близнецовой, а та же торможенная. Нормальная девочка, нормальная, они хорошенькие такие. Значит, домой приходила сестра и бабушка, родители с работы поздно приходили. Я пару раз пробовал в школе, но плохо получается. Потом, ну, туалеты в Воркуте, вы себе представляете, школьный туалет в Воркуте 30 лет назад, да, там продувает, так что вообще без половых органов остается. Вот, у неё лечение анаргазмии заняло два сеанса. Вот, на самом деле, господа, природа предоставит девочке ещё один шанс, да, возможно, предоставит. это любовь, большая, с совместным проживанием, да, так называемое вторичное слияние, потому что, если эта любовь будет без совместного проживания, то ничего, кроме эмоционального развития, вы не получите. Это уже труднее обрести оргазм в 23, в 25, в 27, когда случается первая любовь, это уже гораздо труднее. так же всего обрести оргазм в начале 11 класса, в конце 10-го тоже очень неплохо, да, даже в начале 10-го, когда максимум горы, я серьёзно не шучу, абсолютно, кто не успел, тот опоздал. Значит, тому останется шанс вторичное слияние, это любовь с совместным проживанием, и третий шанс это помощь сексолога, да, ну, это уже ближе к 30-ти. Да? В принципе, мы с этим справляемся, если девушка нормальная. Вот так и исследовали и гормональную сферу изменения обмена веществ, электронные потенциалы, много чего, так и смотрели на мастурбацию на протяжении многих-многих лет со времени научного существования сексологии, то есть примерно с 53-го года, да? Одни считают, что надо с 51-го считать научное существование сексологии, другие с 53-го, но в любом случае с Кинзи, да? В психотерапии проще, да? Там научная психотерапия считается с января 1895-го года, когда вышла первая научная книжка по психотерапии толкование сновидений, да? Потому что всё остальное было ненаучное. Неважно, психоаналитическая, она не психоаналитическая, в разуме, что она была научная, да? Остальные были, да, остальные были ненаучные. Вот. Значит, потом стали подмечать ещё одну важную вещь, что девочки, которые обрели наслаждение сексом и оргазмную разрядку уже позже, вот в результате этого вторичного слияния, не буду о нём подробно рассказывать, вы можете почитать в моих книжках, оно хорошо, да, хорошо описано там, они довольно долго ищут свой максимум, то есть у каждой женщины, как у каждого мужчины, но у женщины больше, женщины, они тоньше организованы, чем мы в сексуальном плане, их сексуальный потенциал в плане получения наслаждения во много раз больше, чем наш мужской, что такое наш мужской оргазм. Четыре секунды каких-то невыраженных судорог, то же дело хороший женский оргазм, тридцать секунд, судороги всего тела, затрагивающие большую половину мышц, крики, удары ягодицами от постель, небольшое мочеиспускание, лучше, если большое, последующие галлюцинации, неправильные галлюцинации, иллюзии, конечно, иллюзии слуховые, тактильные, и зрительные, правда? Твой обычный потолок кажется разрисованным на несколько секунд в каких-то оранжевых пятнах, да? Ты слышишь звуки органа, хотя-то в жизни не слушала органа, если однажды услышала, не медленного переключала телевизор, да? Но ты слышишь какие-то оргазмы, ты явно слышишь приятный ветерок на лице, да? При этом ты точно знаешь, что всё тщательно закрыли, чтобы соседи не подслушали. Вот. И не только субъективно, но если мы объективно изменим все параметры оргазма, а их много, вот за эти 30 секунд он бывает короче, он бывает длиннее, но в среднем 30 секунд. С человеком много чего происходит, да? Например, из длинных трубчатых костей выходят молодые форменные элементы, да, которые лейкоциты, которые эритроциты и которые нас омолаживают, да? И, соответственно, из влагалища, которое я так красиво нарисовал, из вагинальной трубки выливаются токсины, которые вас отравляют и на которые вы тратите такое количество денег на мазюкалки, они же потом у вас через кожу выделяются, а так они вытекают вместе. Вместе с оргазмом природа же она создала оргазм не просто так, да, это же мощнейшее средство излечения излечения женского организма и мужского тоже, потому что во время оргазма женщина это такая маленькая биологическое чудовище, она же здоровая, у нее же ни инсультов, ни инфарктов, ни нарушения обмена веществ, да, так вот, она все то, что здоровое у нее есть, но не все то, это я шучу, что все, самое главное здоровое, что у нее есть, это сердце, и ритм пучка гиса, так вот, она, этот ритм пучка гиса, она транслирует свой здоровый на наш больной, потому что он у нас с детства больной, мы мужчины с детства больные, сам по себе мужской характер это тяжелая психопатия, в результате я не шучу, система иерархии, борьба за первенство, выпендреж, и прочее, тестостерон, я вам веду, тестостерон сами станете, понимаете, вот, так вот, у девочек, которые обрели этот оргазм позже, у них идет наблюдение, исследование, показывают, во-первых, перебор партнеров, да, они меняют нескольких партнеров, пока выйдут замуж, или найдут постоянного партнера, во-вторых, у них уже есть оргазм, но это не максимальный оргазм, они ищут свой максимальный оргазм, да, значит, выяснилось, что в процессе, ну, сегодня же мы можем исследовать человека в нейрофизиологическом плане, биоэлектрическом, биохимическом, довольно всесторонне, да, мы куда угодно в живые электроны, да, хоть в шейку матки, да, считая сперматозоиды, которые будут туда, так и делается, так и делается, ставится кинокамера, видеокамера в шейку матки, и поток сперматозоидов, да, анализируется с помощью компьютера, выглядит довольно страшно, между прочим, когда миллион сперматозоидов несется, да, прямо на тебя, я видел такие, так вот, оказалось, господа, что одна из функций оргазма, это поиск своего сексуального сценария, у большинства женщин сексуальный сценарий довольно устный, да, у нас мужчин широкий, да, мы можем заниматься любовью в машине, в большинстве, да, мы можем заниматься любовью с женщиной, которая нам не очень нравится, но новая не отказывает, почему бы нет, да, у женщин этот сценарий узкий, как в плане партнера и его поведения, так и в плане своего положения тела, да, так вот, женщина во время фантазии, во время мастурбации, девочка еще, да, она находит и своего партнера, и свой сексуальный сценарий, и это помогает ей состояться, если у нее есть место, например, все, кто любит, все мазохистки, ну, бытовые мазохистки, да, мы не имеем в виду тех, кто любит прижигание попы паяльником, да, это не наш стиль, паяльником мы не держим, на крайний случай, конечно, вот, большинство мазохисток просто любят, чтобы их шлепали по попе, перед близостью, или во время близости, те, которые вместо близости, это уже тяжелые мазохистки, да, вместе, так вот, эту свою любовь, они осознали, будучи девочками во время мастурбации, они во время мастурбации, несколько раз, совершенно точно увидели, что им нужно, чтобы кончить, какой должен быть мужчина, в каких-то вариантах, как должен проходить секс, правда, одной нужен секс, немедленно, она пришла к любовнику, да, в прихожей, там, не очень раздеваясь, выгнав только кошку-мурку, чтобы не мешала, которая тоже встречает, встречает гостю, да, и так она хорошо функционирует, да, когда другой женщине нужен другой секс, чашечка чая или вина, разговор на интеллектуальную тему, обсуждение ситуации в Сирии, небольшой спор, да, по поводу того, надо ли помогать Асаду, или он такой же бандит, как все остальные, да, тогда она чувствует доверие, ложится в постель и раскрывается, правда, у каждой свой сценарий, кому-то надо, чтобы партнер сказал, какая-то у меня красивая, а кому-то не нужно этого, кому-то нужно, чтобы партнер сказал, как я тебя хочу, да, так вот, у них это все созревает, опять-таки, в процессе, в процессе мастурбации, и вскоре, конечно, у нас будет терапия мастурбации, терапия самоудовлетворением, это надо как-то, да, это надо будет как-то оформить, но, по сути, это так, но вот в последние 5-7 лет, сейчас, девочки, уже последние, я понимаю, что вы немножко устали, да, я вам расскажу, стали обращать внимание исследователи мастурбационного процесса, что на магнитно-ядерном резонансе после клиторного оргазма отмечается высокая когнитивная, все знают слово когнитивная, да, интеллектуальная, да, высокая интеллектуальная активность гораздо выше, чем после обычного секса и после обычного оргазма, и идет она гораздо дольше, да, это когнитивная активность, то есть после оргазменное состояние при самоудовлетворении оно иное, чем после оргазменное состояние при вагинальном оргазме, и, значит, стали исследовать это подробно, ну, оказалось, что идет осмысливание каких-то конкретных проблемных ситуаций у женщины, в отличие от вагинального, от состояния после вагинального оргазма, ну, состояние после вагинального оргазма называется эфорические каникулы, да, все знаете, что выделяется после вагинального оргазма в голове, да, значит, в голове выделяются головном мозгу, да, таламическими буграми, боковыми буграми, выделяется там много чего, но три основных медиатора, да, или нейромедиатора, ну, чтобы вы знали, нейромедиаторы это те же самые гормоны, которые не попадают в сексистемный кровоток, которые в голове выработаны и в голове остались, да, никуда дальше не пошли, значит, этих нейромедиаторов три, это окситоцин, вот как раз тот, который делает вашего партнера приятным человеком, несмотря на то, что они у вас нежной и мягкой, у мужчин окситоцина почти нет, почти нет окситоцина, поэтому он, женщин, воспринимает более реалистично, и это так называемое энцефалотефалины, то есть, на самом деле, это такое красивое название, на самом деле, это обычный советский морфий, да, в таламических буграх, эндогенные опиаты еще их называют, но почему опиаты, если там только морфий, я не знаю, кто придумал эти названия, эндогенный опиат, да, его мало, его всего 0,4 грамма при оргазме, но, господа, его не надо вводить по вене, его не надо колоть в ягодицы, он как, он предназначен для того, чтобы действовать на ваш мозг, и он в этом мозгу и вырабатывается, да, и у вас возникает эйфория, у кого больше, у кого меньше, и вы отдыхаете, при этом вы забываете, у каждого из нас, правда, есть какие-то свои насущные задачи и проблемы, у кого-то острые стоят сегодня, у кого-то не острая повседневная жизнь, но все-таки есть проблемы, правда, никто не живет без проблем, даже Абрамович, я у него не спрашивал, ни про Абрамовича ничего не знаю, он у меня не лечился, Ходорковский лечился, а не другое дело, не Ходорковский, а вторая жена из пяти, ну, она все знает про оставшихся пяти, вот, они все дружат, лично мне вторая нравится больше, вот, господа, так вот, у женщин, есть, у молодых женщин есть такая беда, почему они глупенькие в основном, почему они попадают во всякие переделки, неприятности, трудности, значит, у них вырабатывается, это атовизм такой, у них вырабатывается слишком много гормона кортизола, это гормон из группы глюкокортикоидов, гормон из группы борьбы, бегства, этот гормон предназначен для того, чтобы быстрее сжигать белки, и вы быстрее, женщина должна убегать от мамонта, она же с ним не воюет, да, но и от насильника тоже, это сегодня женщина уже рада, когда насильник попался, а так даже они убегали, недалеко, у мужчин, этот кортизол в норме, у молодых мужчин, подростков, 13, 15, 17, до 20 лет, он в норме, а у девочек он повышен, и этот гормон делает их глуповатыми, потому что, глупее, чем они есть, чем их интеллектуальная, чем их истинный интеллектуальный уровень, потому что он сужает сосуды мозга и мешает процессам, это же биохимические процессы, и мешает этим процессам, этот гормон следит за тем, чтобы ваши ноги, ваши руки, ваша сердечно-сосудистая система была готова к борьбе и бегству, он на готове, речь идет сейчас о химическом понижении кортизола, просто никто не знает, что из этого будет, может быть, это и будет, сейчас этого нет, во всяком случае, никто даже экспериментов таких не ставит, обсуждают, но вот в результате мастурбации кортизол понижается, и девочка, смотрите, что у нее есть, у нее есть энцефарокиполин, вот эти самые эндогенные опиаты, у нее есть окситоцин, у нее есть высокая активность когнитивных структур, опять-таки, за счет вот этих тяжей, ребята, ножки клитора называют еще тяжами, представляете, это 10 сантиметров, это не 4 сантиметра, как влагалище, это 10 сантиметров тяжей, от которых идут очень мощные электрические импульсы, и они активируют кору, то есть, за эти 10 минут после оргазма, небольшого, клиторный оргазм редко бывает, большим, а может быть, даже и без оргазма, а просто удовольствие, девочка становится умной, то есть, не то, что умная, а умнее, чем есть, на самом деле, и она, если она делает это регулярно, она это про себя знает, она знает, что вот сейчас мне надо подумать над этим и этим, вот у меня конфликт с Марией Ивановной, давай я подумаю, как из этого конфликта выйти, да, и здесь она решит, ребята, такое поведение называется совладающим поведением, когда у вас есть какая-то небольшая задача, да, но с которой вы, как правило, раньше не сталкивались, а для девочки 10-го, 11-го класса, 1-го курса, для нее любая задача, она с ней, она с ней раньше не сталкивалась, и эту задачу надо сначала как-то решить и найти какие-то пути в голове, когда-нибудь в 30 лет у вас это будет автоматически, да, у вас конфликт с Марией Ивановной, вы подходите и говорите, ну, Мария Ивановна, на вас потрясающее платье, где это вы такое, такое купили, я таком всю жизнь мечтаю, никогда, да, никогда достать не могу, может продадите, там, за 10 тысяч долларов, да, Мария Ивановна говорит, нет, что уже действительно такое хорошее платье, она же не говорит, что она сама сшила, вот, но для девочки, молодой, все это вновь, и со временем, молоденькие девочки, это всего 3 года, ребята, это 10-й, 11-й класс, и первый курс, когда есть такое состояние, они научаются тратить эти 10-12 минут, там эйфория тоже есть, у них инцепальнии тоже выработались, на спокойное обдумывание, они выбирают какую-то одну или две ситуации, спокойно ее обдумывают и принимают какое-то решение, как действовать, может, это решение будет неправильное, да, но они это решение выбрали, это первый этап совладающего поведения, молодые девочки, у которых мастурбации нет, они до этого обдумывания вообще не дойдут, или они дойдут до высокого уровня, уровня обдумывания, поэтому сейчас речь идет о том, чтобы мастурбация для этого не должна быть не очень сильной, да, иначе будет много эйфории, да, и не очень слабой, иначе не будет этого усиленного когнитивного поведения, поэтому, чтобы создать такие курсы, такие группы, где девочки, школьницы, старшие школьницы, первокурсницы, второкурсницы, будут мастурбировать под определенную музыку, ну, будет инструктаж, в определенном ритме, так, чтобы дать им 10 минут оптимального, я бы сказал, когнитивного функционирования, то есть, чтобы дать им 10 минут, в которые они будут максимально умные, да, и они привыкнут, очень важно, выработать привычку, прежде чем что-то делать, прежде чем бить Марию Ивановну по голове, обдумать еще, что можно сделать, это и есть совладающее поведение, да, сначала подумай, потом попробуй воплоти это в жизнь, иначе это будет реактивное поведение, вот такие данные, последние данные, я не все, конечно, сказал, о роли мастурбации, я бы сказал, ключевой роли мастурбации, вы видели в сексуальном развитии, да, это давно известно, кстати, Гроф внес большой, большой вклад, Гроф выделил два вида оргазма, два вида переживаний, не оргазма, а переживания эйфорических, как канику, океанический, идионический, океанический, когда ты не понимаешь, где и как зовут твоего партнера, вот, и что вообще с тобой произошло, одионический, когда ты испытываешь благодарность к этому партнеру, но тоже не помнишь, как его зовут, потому что при хорошем оргазме ты не должна помнить, как зовут твоего партнера, а если, ну, 10 лет, потом-то ты все помнишь. Ну, вот должно, оргазм – это ведь разновидность транса, любые трансы полезные, но, конечно, оргазмный транс гораздо полезнее, чем транс при гипоксии. Извините, это мое мнение. Нет, транс при гипоксии тоже, между прочим, очень хороший способ лечения анаркозмии, потому что в трансе гормоны поднимаются, да, это же содрогание, прилив крови, если немножко отдохнуть, часа через три-четыре заняться сексом, да, то можно достичь либо оргазма, которого у вас не было, либо уровня наслаждения, тоже, которого у вас не было. Но это при хорошем трансе, конечно. При хорошем, при хорошем трансе. Можно совместить. Секс, простите? Нет, нет, нет. Оргазмичное состояние во время. Что? Оргазмичное состояние, оргазма во время во время транса, во время дыхательства. Ну, это нечасто все-таки бывает, потому что транс, бывает, бывает. Особенно, если партнер пальцы вкладывает. Туда были у нас такие любители, в Англии сейчас живут, хлебом не корми, только дай во время оргазма палец, во время транса палец вложить. У него все кончали. Он красавица был, голливудский, и умный парень при этом. Да, ну вот, он не мог, он говорит, я не могу удержаться. Он ничего там не делал, он просто клал, да, он просто клал палец. Иногда на белье даже. Но у него всегда, всегда получались аргазмы. Хорошо, девочки, мальчики, я запомнил, закончил выступление по основной программе, слушаю ваши вопросы. ясно, 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 полная, вопрос не было. Хорошо, господа, понимаю, что вы устали. Значит, господа, что я вам еще хочу сказать умного. я каждый год провожу сертификационный цикл по сексологии для психологов. Да? Один цикл называется сексология 21 века для психологов 21 века. Для психологов 21 века. Он как бы общий такой, о сексологии. Но это о конкретных расстройствах и о конкретном лечении. Это рассчитано на то, чтобы вам пришел сексологический больной, и вы могли ему реально помочь. Потому что мне такие больные и другим врачам-сексологам они не нужны. Нам нужны трудные пациенты. А всех средних мы хотим отдать вам. Мне не нужна пациентка, у которой оргазм то есть, то нет. Или она приближается к оргазму. Мне нужна пациентка, у которой не то, что оргазма, а ощущения члена во влагалище не было. Хотя член там был. А ощущения не было. Вот мне интересно, такую пациентку вылечить. А остальных лечите вы, как делаются психологи, как делаются во всем мире. У нас существует сообщество психологов-сексологов, хоть я, я врач, но все остальные психологи. Ну, там есть у нас фотографии, можете посмотреть. Там у нас в основном правление с очень красивыми длинными ногами, но это не обязательно. В принципе, можно. Да, можно с любыми. Был бы интерес к сексологии, господа. Второй курс у меня называется «Любовные и сексуальные девиации на приеме практического психолога». Конечно, это мягкие девиации. Я понимаю, что вы все хотите, чтобы к вам пришел некрофил. Вы все мечтаете увидеть некрофила. Но некрофилию придумали в Голливуде. В жизни ее нет. Она только в рамках сезопрении. Да, но девиантов 23%. И поскольку живется им нелегко, тяжелая неказиста, жизнь перфекциониста, то они очень часто, да, то они очень часто, чаще, чем другие, приходят на прием. На прием они приходят только к психологу, потому что он понимает, что он не больной. Да, он работает активно, он топ-менеджер, у него жена и ребенок, и еще у него есть подружка, которую он облизывает для грязной ноги. Вот любит футфетишизм. Облизывает, потом моет, надевает, на них туфли, целует и уходит. И все. Ну, к примеру. Ну, так это у него. И таких миллионы. Особенно в центральном административном. 23% мужчин не хотят жить прямым сексом, прямой сексуальной жизнью. Другое дело, что часть из них живут. Это не значит, что они хотят. Они хотели бы жить какой-то другой сексуальной жизнью. Да, и большинство из них живут. Да, кто-то порноферея, кто-то любит подсматривать, смотреть. Да, кто-то вот. Это очень темная область сексологии и жизни вообще. Ну, кто знает, сколько фетишистов. Фетишист тихо живет один и целует трусики, снятые с женщины. И сколько их по Москве? Тысяча? 50 тысяч? Я имею в виду не трусиковая, а фетишистов. Да? Никто не знает. Никто не знает. Они тихо живут. Они прячутся. Сколько, вот я всегда думаю, много лет этим занимаюсь, сколько в Москве подпольных аргейстических клубов? Официальных 5. Да? А подпольных аргейстических сколько? 100? Или 5 тысяч? Вы знаете? Никто не знает. Часть девятой жизни, она подпольная, существенная, как торгули наркотиками и потреблением. Вот. Но мы что-то знаем от пациентов. Пациенты приходят, рассказывают, да? Но она рассказывает про свой клуб, еще один, на котором она два раза бывала. Я ее посылаю еще в третий, чтобы рассказала. Но она же не может охватить всех. Пошлем членов общества по всем клубам. Вот. Это во всем мире, да? Это тайная сфера. Вот. Так я вас приглашаю. У меня начинается 7 ноября курс новый «Любовные и сексуальные девиации в практике психолога». Значит, он будет продолжаться 9 суббот с 11 до 6. Значит, цена невысокая 18 тысяч за весь курс. Сертификат настоящий, государственный, отпечатанный на госзнаке. Да. То есть, при наличии у вас диплома психолога, социолога, педагога, кого еще? Не знаю, кого. Ну, при наличии диплома физтех, они действительно. Вот. Да. Больше того, если вы еще студент психфака, да? То этот, это называется правильно, государственное свидетельство о повышении квалификации по сексологии. Оно не действительное, оно у вас есть. Но как только вы получаете диплом, в ту минуту, оно стало действительным, и вы имеете законное право принимать сексологических пациентов. Такое, такое свидетельство, ребята, на будущее, я вам скажу, любое свидетельство, очень важно для чего? Тот, кто работает по-настоящему, я ориентируюсь только на таких, кто принимает 4-5 пациентов в день, 6 дней в неделю, и зарабатывает не только себе на шпильке, но и на джип. Потому что, если психотерапевт не может заработать себе на джип, то знать его надо, если психотерапия и с джипом. Так вот, ребята, у вас всегда будут какие-то конфликты пациентов. Есть пациенты, которые приходят исключительно поругаться. Они по жизни ругаются, они с вами ругаются, они дальше к следующему пойдут, да, вас будут хвалить, да, его ругать и так далее. Поэтому, чем больше у вас бумаг, настоящих бумаг, подписанных, во-первых, выданных хороших институтов, во-вторых, с хорошей подписью, на нашем государственном свидетельстве, подпись нашего ректора и моя, тем легче вам будет отпереться. Потому что, принцип такой, по закону, вас не наказывают за ошибку. Если бы пациентке посоветовали развестись, она развелась, да, и после этого, да, об этом страшно жалеет и ходит к главному психиатру города, рассказывает, что вы не вникли в ее проблему и вообще не выслушали ее. И с одного сеанса, у вас их было 10, но вы с одного сеанса решили, что ей надо развестись. Как только вы показываете, что у вас есть сертификат по семейной психотерапии, с вас взятки гладкие. Да, вы ошиблись, да, но вы занимались тем, на что вы имеете право законно. Как и у врачей, да, ты ошибся, у тебя больной на столе умер, да, но у тебя есть справка, что ты закончил курсы по абдоминальной хирургии, и он умер у тебя от аппендицита. А вот если бы он у тебя умер от сердечного приступа, у тебя бы уже были неприятности. От сердечного приступа он должен умереть у того, у кого есть справка, специализация по кардиологу. Поэтому я вам просто советую. Другое дело, что справки получены не в институтах, без круглой печати, без подписи какого-то солидного специалиста. Они вам могут дать и знания. Совершенно не обязательно, только доктор наук разбирается в этом виде психотерапии. Но они вам не дадут спасения и помощи. Вот так что я вам оставляю, ребята, здесь есть телефон, звоните, записывайтесь. 18 тысяч – это недорого. Спасибо.